С вами Николай Пивенко в проекте Дата. Сегодня 7 июля. День победы русского флота над турецким Чесменском сражении. Еще накануне бомбардирский корабль «Гром» встал на якорь перед входом в бухту и начал обстрел турецких судов. Позже к нему присоединился линейный корабль «Европа», а к часу ночи Ростислав и подошедший «Не тронь меня». Они образовали линию с севера на юг, вступив в бой с турецкими кораблями. «Саратов» стоял в резерве, а «Гром» и «Фрегат Африка» атаковали батареи на западном берегу бухты. В половине второго ночи один из линейных кораблей противника взрывается. Бой продолжается до 8 утра и оканчивается огромными потерями с обеих сторон. Однако победа за русским флотом. Благодаря успешному сражению россиянам удалось нарушить связь между турецкими военными базами в Эгейском море и установить блокаду Дарданелл. Ну а это сыграло важнейшую роль при заключении естественно мирного договора. У родившихся в 1863 году появляется на свет Владимир Дуров, артист цирка, который вместе с братом Анатолием создает новую русскую школу дрессировки и обращает особое внимание на эту самую дрессуру, доведя номера до высшего уровня. К тому же особое внимание уделяется физиологии животных. Дуров посещает лекции великого физиолога Ивана Сеченова, знакомится с павловским учением об условных рефлексах и создает новую школу гуманной дрессировки, которую стал называть просто Дуровской. А напоминает нам о нем сегодня уголок Дурова, ныне театр имени Дурова и уголок дедушки Дурова. Леон Фейхтвагнер рождается в 1884 году. Немецкий писатель, романы Гоя, Мудрость чудака и другие. В своем творчестве он проводил параллели с современностью и размышлял о путях, перспективах и движущих силах человечества. Вот некоторые его высказывания очень интересные, на мой взгляд. Человеку нужно два года, чтобы научиться говорить, и 60 лет, чтобы научиться держать язык за зубами. Любовь – это слизывание меда с шипов. Мир глуп, еще глупее, чем думаешь. В 1914 году Серафим Сергеевич Туликов приходит в этот мир. Композитор, народный артист СССР. Песни Туликова пели Лев Лещенко, Муслим Магомаев, Валентина Толкунова, ансамбль Александрова, Пламя, Самоцветы и многие другие коллективы. Композитор известен как автор музыки, более 470 песен. В 1939 году появилась на свет Елена Абрасова, оперная певица, меццо-сопрано, народная артистка СССР. Она автор ярчайших образов на сцене крупнейших театров мира. В ее репертуаре было около 85 партий. Любимой ролью самой Абрасова была партия Кармен в одноименной опере Жоржа Безе. Все, что я делаю на сцене, это о любви и ради любви. Когда человек перестает любить, он уже не может быть артистом. Певец обязан жить страстями. Жанна Агузарова родилась в этот же день, в 1965 году. И тоже певица. Желтые ботинки, кошки, чудесная страна. В конце 80-х эти песни в исполнении странной девушки с детским ведерком на голове знает вся страна. И самое интересное, быть певицей она не мечтала. Первый же публичный концерт Браво с солисткой Жанной Агузаровой заканчивается триумфом. Потом запрет деятельности, психушка. Далее развод с Браво, Америка, возвращение на родину и позиционирование себя, как девушки неземного происхождения. Но голос. Событие. В 1881 году. В Риме в газете для детей впервые печатается сказка «Пиноккио» или полное название «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Сказка Карла Калодди. Классика детской литературы. Толстовский Буратино появится на свет в 1936 году, через 110 лет после рождения автора «Пиноккио». Поначалу Толстой довольно точно передавал сюжет итальянской сказки. Но потом увлекся оригинальной идеей и придумал свою историю. И Буратино, и его старший итальянский брат «Пиноккио», «Марионетки», которых сделал и оживил человек. В 1891 год патентуются дорожные чеки «Американ Экспресс», которые положат начало современным кредитным карточкам. В исторической справке читаем «Представьте себе на миг, что вы разбойник с дикого запада». Вместе с бандой соратника восстанавливаете дирижанс, радостно вытряхиваете саквояж и бумажник и отправляетесь прочь практически ни с чем. Потому что деньги он везет с собой в таком виде, что для вас, как для грабителя, они совершенно бесполезны. Примерно на это и рассчитывал Джеймс Фарго, владелец «Американ Экспресс Компани», когда придумывал дорожные чеки. Сегодня, конечно, их роль уже в полной мере выполняют кредитные карты. Хотя чеки тоже существуют. 1938 год. Первая в СССР электронная телевизионная передача, которая стала и первой студийной программой отечественного телевидения. Она составила фактически из двух частей – концерта и показа отрывков из различных кинофильмов. Примечательно, что открылась она словами «дорогие радиозрители». В 1938 году телевизоры установили в домах культуры, предназначенных для коллективного просмотра телепередач. Определили их порядка 10-12 штук. 1942 год. На встрече с нацистскими докторами Гиммлер распоряжается начать медицинские эксперименты в концлагерях. Официально они должны были способствовать открытию новых методов лечения немецких военнослужащих от ранений. На протяжении военных лет нацисты осуществляют десятки массовых «опытов», описания которых походят на сценарий для фильма ужасов. Но до сих пор не ясно, как врачи могли превратиться в безжалостных садистов и хладнокровно мучить безвинных людей. 1989 год. На совещании глав государств и правительств стран участниц Варшавского договора в Бухаресте Михаил Горбачев подтверждает право всех социалистических стран на собственный путь развития. Социалистический лагерь начинает разваливаться прямо на глазах. Ну, к примеру, уже в декабре этого, 1989 года, в Румынии начинаются народные волнения, в результате чего руководитель страны Чаушеску будет казнен вместе с женой. Ну и еще одно событие более подробно. 1807 год. В Тильзите во время встречи императоров Наполеона I и Александра I подписывается мирный договор между Францией и Россией. Их первая встреча состоялась вскоре после жестокого поражения русской армии в битве под Фридлендом. Русский двор в панике после сражения и боится, что Наполеон форсирует Неман и вторгнется в Россию. Поэтому предложение французского императора о перемирии заставило Александра I пойти даже на союз с прежним врагом. Первая встреча прошла на специально построенном посередине Немана, чтобы русскому царю не надо было ехать на завоеванный французами берег реки, плоту с двумя павильонами. Наполеон сразу приобнял Александра, и они ушли в этот самый павильон, где два часа беседовали. Наполеон предложил союз против англичан, и Александр согласился с этим, что позже и будет отражено в тайном договоре. Наполеона тильзитский мир вознес на вершину могущества, а император Александр поставил в тяжелейшее положение. Но он исправил его, правда, в войне 1812 года. Тильзит при звуке всем обидному теперь не побледнеет Росс, писал спустя 14 лет Александр Пушкин в своем стихотворении «Наполеон». С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Субтитры создавал DimaTorzok